Самые умные в вопросах экономики и информатики школьники живут в набережных Челнах. Воспитанники 26-й гимназии на деле доказали, что имеют право зваться сильнейшими учениками в стране среди сверстников по этим предметам. Мы решили поближе познакомиться с победителями Всероссийских Олимпиад и рассказать о них всему городу. Победитель Всероссийской Олимпиады по экономике девятиклассник Семен Табанаков признался, что этот предмет ему очень близок и понятен. Также он рассказал, как проходят подобные состязания среди школьников и в чем отличие тех, что были в Москве. Да, некоторые задачи были легкие, некоторые тяжелые, некоторые были типовые, они всегда есть, но остальные все равно состоители старались сделать оригинальные задачи, и чтобы они не были похожи на какой-то другой год. И поэтому приходилось проявлять иногда смекалку и придумывать какие-то новые идеи. Участникам нужно было решить большее количество задач из предложенных, чтобы набрать наивысший балл. Это как раз удалось челунинцу Семену Табанакову из 26-й гимназии. В этом же учреждении образования учится еще один чемпион – десятиклассник Фаргат Шарипов, который взял первое место на Всероссийской Олимпиаде по информатике. Кстати, она проходила в Казани. Готовился, ездил на различные сборы, различные лагеря. Ну, примерно полтора года уже готовлюсь. Ездил много школ, летних и зимних. На информатика, потому что нужно придумывать оптимальный код, использовать алгоритмы. Это интересно очень. Мы не будем останавливаться на достигнутом. Будем продолжать готовиться. В следующем году, естественно, так как он является победителем Олимпиады, то он приглашен на заключительный этап Олимпиады в следующем году. И там он будет тоже сражаться с себе равными. И в Олимпиаде по информатике, и в Олимпиаде по экономике число участников достигало 250. Это лучший из лучших со всей России. Но золото завоевали именно челнинцы. Это интересно. Интересно учить умных детей. Интересно с ними заниматься, готовить им дополнительные задания. И я очень рада, что у меня есть такие дети, которые знают, что хотят, которым надо только помочь, поддержать и направить. Эти ребята уже знают, чем займутся после школы. Каждый из них планирует поступить в ВУЗ на факультет, связанный с выбранным предметом. Чтобы еще глубже изучить полюбившуюся им науку. Ольга Шапкина, Радиганеев, РНТВ, Набережная, Челны.